Здравствуйте, дорогие ученики! Я рад вас приветствовать на уроке информатики. На прошлом уроке мы научились создавать базу данных в табличном процессоре Microsoft Excel. Кроме организации и создания базы данных, необходимо осуществлять быстрый поиск нужной нам информации. Например, Алишеру дали задание выбрать из списка девятого класса всех отличников. Открыв таблицу, ему не составит труда найти вручную все данные, так как в таблице всего 25 записей. На следующий день ему дали задание выбрать отличников со всей школы. Как вы думаете, справится он с этим заданием или нет? Конечно, для поиска информации в базе данных, хранящей большой объем информации, требуются определенные знания методов поиска. Тема сегодняшнего урока – методы поиска. Сегодня на уроке мы познакомимся с методами поиска информации в базе данных. А теперь давайте поговорим, как же представляется информация в базе данных. При работе со значительным объемом информации, вне зависимости от того, какое программное обеспечение используется, поступают следующим образом. Создают таблицы базы данных. Создают формы для ввода данных в таблицу. Создают необходимые запросы к таблицам базы данных. И формируют отчеты на основании запросов для вывода на печать. Формирование базы данных с использованием систем управления базами данных. Начинается с создания структуры базы данных, определения полей базы данных, их типов и ввода имен. Далее методом прямого ввода в таблицу или через формы осуществляется ввод, просмотр и редактирование записей базы данных. После этого можно приступить к сортировке и поиске данных в созданной базе данных. Приемы поиска и сортировки записей в таблице базы данных. Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о приемах поиска и сортировки записей в таблице базы данных. Время от времени нам необходимо следить за информацией. И хорошим местом для хранения этой информации является файл базы данных Excel. Будь то личный список телефонных номеров, список контактов для членов организации или команды, коллекция монет, открыток или книг, Файл базы данных Excel позволяет вам легко вводить, хранить и находить нужную информацию. Как только вы создали базу данных, вы можете использовать инструменты, расположенные под выпадающими стрелками рядом с каждым именем поля. Для того, чтобы сортировать или фильтровать данные. Сортировка данных. Нажмите на выпадающую стрелку рядом с полем «Фамилия». Нажмите на опцию «Сортировка от минимального к максимальному» для того, чтобы отсортировать базу данных в алфавитном порядке. После сортировки IDOS в Жандос должен быть первым в таблице, а Сериков Берег – последний. Фильтрация данных с помощью примера чисел. Нажмите на выпадающую стрелку рядом с полем «Среднее значение». В выпадающем меню наведите мышку на «Числовые фильтры». Нажмите на «Больше». Во всплывающем окне вы можете изменить тип фильтра или можете вручную набрать значение, которое будет фильтроваться через среднее значение. Например, 70. Результат выведет только тех учащихся, у которых средний балл больше, чем 70. Фильтрация данных с помощью примера «Текст». Нажмите на выпадающую стрелку рядом с полем «Город». Нажмите на флажок рядом с опцией «Выделить все» для того, чтобы снять все флажки. Нажмите на флажок рядом с опцией «Алма-Аты», чтобы добавить галочку в поле. Нажмите «Ок». Только три учащихся должны отобразиться, так как они являются единственными тремя жителями «Алма-Аты». Чтобы отобразить все записи, нажмите на выпадающую стрелку рядом с названием поле «Город». Нажмите на «Удалить фильтр с опцией». В Excel можно вызвать форму ввода данных, которая упрощает ввод данных большие таблицы. В последних версиях Excel пункт «Меню», вызывающий форму, «Скрыть». Его необходимо добавлять вручную на панели быстрого доступа. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на панели меню Excel. В появившемся меню выбираем настройки панели быстрого доступа. В появившемся окне выбираем пункт «Панели быстрого доступа», а также «Команды не на ленте». В появившемся списке находим форму. Кликаем «Добавить». Ок. Данный пункт «Меню» будет сразу работать с таблицами, созданными через меню Excel. Например. Но если у вас будут просто подписаны заголовки столбцов, Excel не сможет определить эти данные как таблиц. Например. Он вывез ошибку. Кликаем «Отмену». Необходимо ввести хотя бы одно значение под заголовками. Если в таблице больше 32 столбцов, то форма также не запустится. Имеются некоторые элементы управления, которые позволяют вернуться к необходимой строке, либо осуществлять поиск. При перемещении по данным с помощью элементов управления формы в верхнем правом углу всегда показывает позиция текущей строки. Например, вторая из трех возможных таблиц. Итак, форма – это объект, предназначенный для поочередного ввода, просмотра и редактирования записи в базе данных. Формы отражают одну запись из таблицы и имеют кнопки перехода от одной к записи к другой. Форму можно использовать для поиска. Задача формы – предоставить пользователю простой, понятный и удобный интерфейс в виде раскрывающегося окна, который обеспечит в режиме диалога возможность эффективно осуществлять ввод данных пользователям в программу и вывод программных результатов для считывания пользователя. Для добавления записи с помощью формы активируем любую ячейку в базе данных и кликаем «Форма» на главном меню. В появившемся окне кликаем «Добавить». Заполняем все поля и заново кликаем «Добавить». Для того, чтобы переключаться между формулами, используем клавишу «Таб». Удаление записи. Выбираем запись и кликаем «Удалить». В появившемся окне соглашаемся с предупреждением. Для поиска информации с помощью формы кликаем «Критерий», заполняем поля и кликаем «Далее». Постановочные знаки. Вопросительный знак. Игнорирует любой символ «1». Пример условия «Бар» – вопросительный знак «Н» соответствуют результаты «Барин», «Баран», «Барон». Следующий. Звездочка. Игнорирует любое количество символов. Пример условия «звездочка-восток» соответствуют результаты «Северо-восток» и «Юго-восток». Следующий. «Тильда», за который следует вопросительный знак, звездочка или тильда. Вопросительный знак, звездочку или тильду. Пример условию «Ан-91 тильда» – вопросительный знак соответствует результату «Ан-91» – вопросительный знак. Стандартный поиск. В главном меню кликаем «Найти» и «Выделить». В появившемся окне мы можем выбрать «Найти» или «Заменить». Если нам необходимо просто найти слово, заполняем поля и кликаем «Найти далее». Он найдет нам в документе все слова, например, «Процессор». Если нам нужно заменить это слово, выбираем «Заменить», заполняем поля. Например, «Процессор» мы хотим заменить на слово «Кулер». И кликаем «Заменить» или «Заменить все». Он заменит нам в документе все слова «Процессор» на «Кулер». Использование функции поиск позиций. Например, найти в базе данных значение, указанное в ячейке B19. Для этого вводим формулу равно поиск позиций, указываем ячейку и диапазон, где необходимо найти искомое значение. Ответом будет у нас 11, так как искомое значение в данном диапазоне находится в 11 позиции. Функция поиск и поиск B находят одну текстовую строку в другой и возвращает начальную позицию первой строки. Например, для того, чтобы найти позицию букву N в слове принтер, необходимо воспользоваться функцией равно поиск, указать какой символ мы ищем и в каком слове. Эта функция выдает ответ 4, так как N является четвертым символом в слове принтер. Можно также находить слова в других словах. Например, функция поиск, указываем слово и в каком слове нужно найти. Результатом будет 5, так как слово base начинается с пятого символа слова database. Можно использовать функцию поиск и поиск B для определения положения символа или текстовой строки в другой текстовой строке, а затем вернуть текст с помощью функции pstr и pstr-b или заменить его с помощью функции заменить и заменить B. Для закрепления пройденного материала давайте выполним следующее задание. Установите порядок работы с базой данных. Молодцы, я надеюсь, вы справились с этим заданием. Внимание на экран, правильный ответ. Первое. Нам необходимо создать таблицы базы данных. Второе. Создают формы для ввода данных в таблицы. Третье. Создают необходимые запросы к таблицам базы данных. Ну и последнее. Формируют отчеты на основании запросов для вывода на печать. Давайте подведем итоги. Для этого ответьте на следующие вопросы. Сегодня на уроке я повторил. Сегодня на уроке я закрепил. Сегодня на уроке я познакомился. И сегодня на уроке я научился. На этом уроке мы познакомились с методами поиска информации в базе данных. На этом наш урок закончен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова